Металлоискатели на оборудовании. Строгий контроль на входе уже несколько лет для того, чтобы попасть в аудиторию. Участники ЕГЭ проходят через металлодетектор. Искать мобильники, которыми запрещено пользоваться во время экзаменов, будут и в этом году. Но добавится еще ряд обязательных процедур и требований. Собираться группами в фойе учебного заведения, как в прошлые годы, недопустимо. В школах, как и в магазинах, для соблюдения социальной дистанции нанесут разметку. А приходить в пункты сдачи экзаменов выпускники будут по графику. В первую очередь мы, конечно же, образовательная организация. И поэтому наша основная задача – это безопасное нахождение обучающихся во время образовательного процесса. Ну а экзамен – это часть образовательного процесса. В Бийске для проведения единого госэкзамена будут работать шесть пунктов. На базе первой школы находится самый крупный в Наукограде. Основные предметы – русский язык и математику – здесь напишут больше 140 человек. В учебном заведении подготовлено 18 аудиторий, оборудованных камерами видеонаблюдения. В каждом кабинете во время ЕГЭ в шахматном порядке рассадят по восемь участников. И это не рекомендации, а жесткие требования Роспотребнадзора, как и измерение температуры на входе и обработка рук антисептическим раствором. В этом году единые госэкзамены будут серьезным испытанием. Мы беспокоимся и об оценках наших выпускников, и о безопасности. Краевое министерство образования обратилось ко мне с просьбой помочь школам Алтайского края. Я передал 15 тысяч флаконов антисептика. Их развезут во все школы, где будут проходить экзамены. Антисептики от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева получат и городские, и сельские школы. Отгрузка партии дезинфицирующих средств прошла накануне. 29 июня по всей стране пройдут пробные ЕГЭ без выпускников. Организаторам предстоит проверить исправность оборудования и еще раз отработать алгоритм действий в новых условиях. Все наши помещения будут обрабатываться. В каждом пункте ПП есть бактерицидные, переносные, передвижные лампы. То есть накануне проведения итоговой государственной аттестации, каждое помещение будет продезинфицировано, закрыто и опечатано. После проведения экзаменов, то же самое будет повторяться, такая же обработка. Во время проведения экзаменов организаторы будут в масках и одноразовых перчатках. Выпускники средства индивидуальной защиты могут надевать по желанию. Если нет своих, то их выдадут на входе. А вот без чего точно не допустят до ЕГЭ, так это без паспорта. И еще, отправляясь на экзамен, стоит взять с собой полученный за школьные годы багаж знаний. Для хорошего результата он точно пригодится. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни.